Поделитесь ржачными историями, как вас застали голым. Я был на вечеринке в честь дня рождения знакомого. Людей было очень много, все отрывались на полную катушку. Дом именинника был довольно большим, поэтому со временем гости разбрелись по всем комнатам, где заняли все имевшиеся стулья и диваны. Я в какой-то момент оказался в небольшой группе тех, кто захотел побегать голышом. Я никогда прежде не бегал голышом, но к группе присоединилось несколько довольно привлекательных девушек, и когда мне предложили тоже присоединиться, я подумал, что в этом может быть плохого. Полюбуюсь хоть на голые сиськи, как же сильно я ошибался. Мы пошли на поле, которое принадлежало находящейся рядом школе, и все начали раздеваться, бегать по полю и т.п. Когда я закончил раздеваться, одна из девушек схватила мою одежду и убежала. Я не стал париться из-за этого, она была моей знакомой. Кроме того, я был в стельку и не парился ни по какому поводу вообще. И начал бегать вместе со всеми. Когда я вернулся к тому месту, где мы разделись, я заметил, что та девушка, которая сбежала с моей одеждой, была уже одета и лежала. А вокруг нее собрались друзья, которые успокаивали ее. Я подошел к ним, болтая лонгером, и спросил, в чем дело и где моя одежда. Оказалось, что она была эпилептиком, и у нее случился припадок. Она вообще не помнила даже о том, что утащила мою одежду, не говоря уже о том, где она ее оставила. П**ть. Вдруг я понял, что стою на школьном поле посреди довольно плотно населенного района без одежды. И то, что это происходило ночью, не было особо важно, потому что было полнолуние. Я начал искать свою одежду, и где-то через 30 минут, в течение которых любой мог полюбоваться на бледно-синеватого голого чувака, бегающего под светом полной луны, я нашел ее прямо под уличным фонарем. Я быстро оделся, но могу точно сказать, что белые голые парни, освещенные светом полной луны, не могут сохранить чувство собственного достоинства при всем желании. Я был как сияющий кусок мяса с болтающейся колбасой. Кормление грудью тройняшек отнимает много сил, и так как это по сути происходит в режиме 24 на 7, не всегда есть смысл надевать что-нибудь в перерывах между процессами. Как только покончишь с одним или двумя, третий начинает просить молока. Мы переехали в новый дом, и к нам пришел довольно молодой монтер, чтобы провести интернет. Я впустила его в дом, показала, где и что нужно сделать. Все это время я не могла понять, почему он так странно смотрит на меня, будто я сумасшедшая. К тому же каждый раз, как мы переходили из комнаты в комнату, он наотрез отказывался идти первым и пропускал меня. И так он все сделал, и через полчаса муж вернулся с работы. Я рассказала ему о странноватом парне, который подключил интернет. Лишь тогда, с помощью намеков мужа, я поняла, что на мне из одежды были лишь трусики, и в этом была причина его странного поведения. Я кормила грудью дочь, заодно поедая шоколад, и незаметно уснула. Проснулась из-за стука в дверь, после чего мой парень открыл ее и впустил своего 4-летнего племянника. Он так вытращил свои глаза, когда увидел меня топлис с шоколадом, который растекся по моей груди и голове моей новорожденной дочери. Несколько лет назад я познакомился в интернете с одной цыпочкой. Мы некоторое время переписывались, а потом договорились поехать в горы, чтобы поплавать в красивом горном водопаде. Мы добрались до места. Погода была отличная, вода была отличная, и я пошел в кусты, чтобы надеть плавки. Я снял брюки и трусы, не снимая обуви, затем снял рубашку и остался голым, не считая обуви. Я бросил рубашку на землю и уже собирался надеть плавки, когда заметил, что моя рубашка упала прямо на осиное гнездо, и осы явно не были этому рады. Они начали нападать на меня, и я побежал к воде. Я несся вниз по склону холма к девушке, с которой впервые встретился в тот день, и кричал «Аааа, осы!» Это очень рассмешило ее. Хотя лично я не стал бы смеяться над тем, кто голышом наткнулся на гнездо с сердитыми осами. Позже мы покувыркались, что определенно возместило мои страдания. В одну скучную пятницу мы с подругой решили съездить на электричке в соседний город, расположенный на берегу моря, и заценить тамошние клубы. Когда мы хотели вернуться домой, мы опоздали на последнюю электричку и решили переночевать на пляже. В 5.30 мы встали с первыми лучами солнца, и так как я была вся в песке, то решила «Эгегей, давай поплаваем!» У нас не было купальников и сменного белья, но на пляже не было ни души, кроме нас, поэтому мы решили поплавать голышом. Но не прошло и нескольких минут, как мы вошли в воду. На пляже появилось где-то семь монахинь со стульями. Они поставили их прямо вокруг лодки, на которой я оставила свою одежду, вытащили кресты и начали молиться. Я сначала подумала, что они немного помолятся и уйдут, но прошло 20 минут, мои губы посинели, я начала дрожать, поэтому подумала «Ну и хер с ним!». Я улыбнулась так широко, как только могла, и с гордо поднятой головой и голой пилоткой вышла прямо из воды, подошла к ним, оказалась прямо в центре их круга и поприветствовала их, взяла свою одежду и ушла. Подруга довольно часто вспоминает об этом и смеется надо мной. Она говорит, что можно было подумать, что дьявол послал меня, чтобы искусить их. Жизнь в самом центре города, напротив пожарной части, поначалу кажется ужасной. Пожарные машины выезжают и днем, и ночью, оглушительные сирены, постоянный шум громкоговорителей, алкаши и всякие фрики из баров и клубов, находящихся в этом районе. Но ко всему можно привыкнуть, и даже к такому шуму. Прошло три месяца с того дня, как я начал снимать квартиру на третьем этаже, и шум для меня перестал существовать, будто я жил где-нибудь в деревенском коттедже. Я никогда не отличался особой скромностью, и чем реже я видел своего соседа, с которым мы там жили, тем больше привык плюхаться на диван абсолютно голым. У нас был небольшой чердак, который я превратил в свою персональную игровую зону. Попасть туда можно было по лестнице. Я спускался вниз поесть и в туалет, и поднимался вверх попить пивка и порезаться в Fantasy Star Online. Я провел много счастливых ночей подобным образом. Одной декабрьской ночью я торчал на чердаке, повышая игровые скиллы, без одежды, как всегда, как вдруг снаружи раздался вой воздушной сирены. Это был новый для меня звук, и я не привык к нему, поэтому я выглянул, чтобы посмотреть, в чем дело. На улице, напротив моего окна, выстроились все пожарные города при полном параде. Увидев меня, они все разом помахали мне рукой. Какой-то полицейский повернулся и направил свой фонарик на меня и мои голые причиндалы. Я поднял большой палец вверх и вернулся к игре. На следующий день я повесил жалюзи. Мы с друзьями занимались хайкингом в горах Патагонии в Аргентине, большая часть которых представляла из себя участки, принадлежащие местным жителям. В один особенно погожий день мы с друзьями разбили лагерь и целый день потратили на отдых и прогулки по окрестностям, так как устали после нескольких дней непрерывного лазания по горам. Я решил прогуляться и где-то через полчаса прогулки оказался совершенно один на пустынной верховой тропе. Сейчас я понимаю, что это была странная идея, но тогда я как-то не особо думая разделся и пошел гулять по великолепному лесу, который напомнил мне о пейзажах из Властелина Колец. Прошло 10 минут. Я шел, в чем мать родила, и вдруг заметил двух местных на лошадях, которые приближались ко мне со стороны холма. Я испытал такое чувство, которое нельзя было бы выразить даже фразой Потому что я понял, что мне придется на ломаном испанском объяснять этим джентльменам, что я делаю на их земле голышом. Моя одежда осталась далеко позади. Добродушных сеньоров лишь позабавило то, что они наткнулись на голого белого. Они не только провели меня обратно к моей одежде, но до вечера играли с нами в карты. Хотя, признаюсь, когда я только встретил их, я думал, что мне крышка. Когда мы с другом отдыхали на Ибице, он уговорил меня искупаться с ним голышом, потому что это капец как весело. Особенно, когда ты в хлам. В общем, мы купались, прыгали в воду и все такое, как вдруг какие-то девушки начали смеяться над нами. Поначалу мы подумали, что они смеются над тем, что мы голые, но потом они пошли и вызвали охранников. Охранники вытащили нас из бассейна и спросили, в каком номере мы остановились. Но мы уже нахватались предупреждения от руководства отеля, нас бы точно выселили после еще одного проступка, хотя мы провели там еще только две ночи. Мы сказали охранникам, что живем в другом отеле, а сюда нас пустили те девушки. Оказалось, что они тоже были на грани выселения. Поэтому охранникам оставалось только вышвырнуть нас из здания. Мы с другом оказались на улице Ибицы, голые и пьяные, рано утром, когда люди только возвращались с клубов, а полицейские еще не работали. Что было дальше, я помню лишь смутно, но как я потом узнал, мы спрятались в кустах, как какие-то извращенцы. Дождались, пока охранники уйдут, а потом забежали обратно на внутренний двор отеля и забрались в номер через балкон. Как-то раз прошлым летом я пришел домой с работы, дома никого не было, хотя я жил с пятью соседями. Я решил воспользоваться такой уникальной возможностью и помыться в душе, не запирая дверь, чтобы лучше слышать песни Билли Джоэла, которого я включил в гостиной. Я обожаю песни Билли Джоэла. Когда я уже собирался выходить, началась песня «Uptown Girl». Я охеренно люблю эту песню. И вместо того, чтобы взять полотенце, я начал танцевать и петь во все горло в ванной, голой и мокрой. Потом начал крутить своим лонгером. Просто почувствовал, что надо это сделать. Я размахивал своим дружком в такт музыке. Затем заметил, что сосед смотрит на меня через окно. Он жил в соседнем доме, работал механиком, его звали Уэс. На глазах у Уэса я крутил шлангом под песню «Uptown Girl». Я работала спасателем в парке аттракционов на участке, который мы прозвали «Унитазная горка». Посетители соскальзывали вниз по чашеобразному сооружению, внизу их немного крутило, после чего они падали в бассейн глубиной в 3 метра. Все спасатели ненавидели свою работу, потому что люди часто падали в бассейн дезориентированными и начинали тонуть. И нам приходилось их спасать. В общем, как-то раз я сидела внизу горки и получила сигнал «Пуск», что значит, что кто-то сейчас нырнет вниз и мне нужно проследить, чтобы этот человек не утонул. Через 10 секунд, как обычно, в бассейн плюхнулся посетитель. Из-за поднявшихся всплесков воды я поначалу не поняла, какого пола и комплекции был этот человек. Потом поняла, что это была девушка. Красивая блондинка слегка за 30 вынырнула из воды и поплыла к краю бассейна. Но когда она начала подниматься по лестнице, я заметила, что на ней была только верхняя часть бикини, а ее красиво выбритый лобок был абсолютно обнажен. «О боже!» — крикнул кто-то. «Что?» — ответила девушка. «Ты потеряла трусики!» — ответила я с улыбкой. Девушка, наконец, посмотрела вниз и произнесла «Вот мгновенно покраснела». «Ныряй скорее в бассейн, должно быть, они лежат на дне». «Хорошо», — ответила она и прыгнула в холодную воду пустого бассейна. Естественно, трусики нашлись там, но я так и не поняла, как она могла их потерять. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok